У нас в студии очень веселый гость, с которым хочется просто говорить, говорить и говорить. Это любимец всех бабушек Москвы и Ярославля. Бабушек? Только лишь бабушек? Бабушек в особенности. Это человек, хобби которого участвовать в различных шоу. И я с удовольствием представляю вам. Это Рай Райский в нашей студии. Доброе утро. Участник шоу «Давай поженимся кстати». Давай поженимся кстати. Рай, почему такое имя? Это псевдоним? Да, это псевдоним. Это было еще очень много лет назад. Все связано с бывшей. Специально создал такой образ себе. Поставил левую фотку и добрался к ней в социальной сети, чтобы ее угадать, с кем общается, как что. И получилось так, что я много чего не узнал плохого. И потом приехал к ней и сказал, ну что, я нанял хакеров. Я взломал твою страницу. Кто такой Рай Райский? С кем общаясь? И она мне рассказала свою правду. Я поставил фартовым. Это ник такой. Я до сих пор очень рад, что я себя так назвал и счастлив. И как-то прижилось. На удачу там получается. Ярославец. Да. Ярославец. Живете? Да, да. Сколько раз «Давай поженимся» ездили? Честно. Было три раза. Первый раз был я один из женихов. Первый раз неудачно было. Долго там мало. Ну, за эту передачу, как говорил первый канал, то есть я создал очень большой рейтинг первого канала именно этой передачи. То есть меня через неделю буквально сразу пригласили главным героем. Так. Потому что я интересная личность и должен все-таки найти ту единственную повторимую, которую... А почему же со второго это разно сошлось? Второго сошлось. Как раз-то на второй раз я был главным героем. То есть все для меня, то есть все сделали. Три девушки подобрали разные по 38 лет, 21. А там спрашивают, да, сначала, какие там критерии, какие девушки вы считаете? Да, да, конечно. Кто мне нравится, кто мне беленькую, черненькую. Все, конечно, как я хочу сердце, как мне что... Я все рассказываю. То есть я посмотрел на всех и, в принципе, выбрал ту, которая мне подходит. Ну так хорошо, третий раз это что тогда было? Подожди, подожди, почему не срослось, да? Срослось, мы общаемся до сих пор, она по сторонам, это с Ванкурия, она... Подождите, подождите, а третий раз? Да, а третий раз это была юбилейная передача, юбилейная передача. А, я думала, вы на третий раз только нашли-то. А третий раз меня пригласили, как будто, ну как я, самый, как и позадный мужчина, как говорят, то есть, да, как Гузеева, там, Василийство сказали, да, что я самый интересный и позадный мужчина. И, в принципе, думали, что я с ней приеду, со своей девушкой, а получилось так, что она в Ванкувере и не успела приехать. Я приехал один. Рай, выбрали по душе или потому что нужно было выбрать? Выбрал по душе. Мне очень понравилось, душевная, молодая, все впереди, то есть, ну у меня очень жесткий фейс-контроль на девушек, поэтому мне, она прошла фейс-контроль. Хорошо, вот поднимали рейтинги... Фейс-контроль Рая-Райского. Поднимали рейтинги Первого канала федерального. Надеемся, что сегодня при рейтинге Первого Ярославского у нас просто взлетят на невежную раннюю высоту. Вся Россия сегодня со спутника смотрит Первый Ярославский. Какие-то еще планы участия в реалити-шоу, в других программах расскажите. Я думаю, что... Да, я точно знаю, что было участие в «Званом ужине», да? Да, «Званом ужине» была передача, тоже рейтинг поднял этого телеканала, то есть, потом мне звонили, то есть, все три зрителя. Потом было новое шоу «Машина на перце», его будут показывать в ноябре. Мы еще вас увидим. Собчак ведущий, да, то есть, там тоже супер будет шоу. Я там один из участников. Ну и самый наболевший вопрос. Не собираетесь ли вы на «Дом-2»? Прилошали в «Дом-2» еще, думаю. В декабре ждут меня там. Посмотрим. «Дом-2» это так, мелочи. Да, конечно, конечно, конечно. Но там, я так понимаю, участвую в «Доме-2», ведь невозможно заниматься остальными делами. А вы, я так понимаю, живете, работаете, ну и как хобби уже участвуете в различных шоу. Да, я занимаюсь недвижимостью, у меня офис на Лубянке, то есть, агентство недвижимости, клубная индустрия, вечеринки. То есть, да, но, в принципе, у меня есть люди, которым я доверяю, и которые готовы меня заменить даже на полгода, на год. Вы что, серьезно, хотите пойти на «Дом-2»? А что же здесь бывает? Я, в принципе, за любой кипиш, сам оставаться человеком в душе, и это показывать всем людям, какой ты на самом деле есть. Мне сейчас наш режиссер подсказывает, что, вероятно, он смотрел часть программы, в которой, вот давай поженимся, в которой из вас была драка. Это так или нет? Да, да. Это была вторая, третья, первая. Это девушки или поклонники дрались? Я просто не видела. Это была третья передача, там две девчонки, которые были, пришли на передачу, болеющиеся, там зрители, то есть, они хотели самостоятельно посидеть, как-то там, ну, пообщаться, то есть, и они даже за место дрались, то есть, чтобы снова посидеть. То есть, мне это было приятно, я человек душевный, знаю, приемный, сядьте вы по сторонам, да и все, втроем пообщаемся. Действительно, руки-то, да? Рай в коры, понимаешь? Да. А ваша девушка, вот, которую вы нашли все-таки на этой передаче, она смотрит ваше участие в других передачах? Она как к этому относится? Нормально? Она смотрит, да, она смотрит, но я поэтому и выбрал ее, что она мне подходит, она смотрит и мне ничего, в принципе, это не говорит. Хорошо, дама с Ванкувера, а она русская? Она русская, она там живет... Расскажите, как зовут, чем занимается, почему сделали такой выбор? Все-таки многим, возможно, нашим зрительницам сейчас интересно, на чем Рай остановился, раз мы уже с вами сели, и вот так... Фотографию не принесли, просто хорошая девушка, то есть, она там, ну, работает... Как зовут? Марина, зовут ее? То есть, она там живет уже лет 7-8, и мать, я уже с ней знаком с ее матерью, и, в принципе, она не против того, что я приеду в Ванкувер, к ней делают сейчас не приглашение, то есть, я думаю, что из полтора-два месяца я уже могу к ней туда переехать, то есть, уже общаться там... И у вас далеко идущие планы? Да, 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 как Гузел говорил, то есть, не покидая родину, оставайся с нами, ну, Россия, ну, посмотрим, как будет. А она вернуться не хочет? Думает, ну, желательно и в мою сторону, то есть, я думаю, лучше туда поехать, то есть, в Москву я уже покорил, теперь осталась еще в Америке, Канада. Хорошо, скажите мне, мне очень интересно, везде пишут в интернете, что давай поженимся, это по сценарию, что вам говорят, указывают, там, куда пойти, кого выбрать, это так? Нет, однозначно это не так. Все реально? Конечно, реально, то есть, конечно, маленький процент, которые реально получаются пары, создают детей, семьи, но я реально пришел туда, я выбирал, я думал, с кем мне лучше, как, то есть, я... Страдал? Да, страдал, душой думал, сердце смотрел, общался, спрашивал. Рай, заключительная такая вот просьба, что-нибудь, курьез какой-нибудь на съемках, давай поженимся, другой программы, что-то такое, чтобы взбодрить с утра наших телезрителей и, в общем, что-нибудь живое и... Искрометное. Курьез, да? Да, да, чтобы вот... Какой-нибудь косяк первого канала тебе хочется узнать, да? Косяк, ну, даже, возможно, то, что, например, там, я сначала, когда пришел, ну, там, чей налили, да, то есть, я смотрю, там, место чая, там, вода обычная, да, то есть, я уже был в шоке, думаю, ну, в принципе, че им, в принципе, там, жалко налить чайку, воды налили простою. Вот у нас даже кофе предлагают. Да, у нас кофе, причем у нас кофе только для нас. Да, да, у вас хоть кофе, а там водичка обычная, ну, не знаю. Ну, видите себя дальше в этом, в этой сфере, в этом бизнесе? Да, конечно, вижу. Куда еще пойдете участвовать, какие планы? Ну, у меня много шоу, которые мне предлагают, просто я какие-то шоу, я не рассматриваю. Почему? Потому что мне не нравится оно, как представление себя в этом шоу, то есть... Ну, хорошо, не будем раскрывать всех секретов. Увидим в будущем, где появится рай. Желаем вам успехов, саморазвития, творческого и, конечно же, семейного тоже счастья и любви с вашей новой избранницей. Спасибо, чтобы у вас все сложилось с вашей Мариной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова